Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games, с вами я Скиф, мы продолжаем играть в Don't Star в кораблекрушение. В прошлой серии произошло довольно много событий, одним из которых стало падение камней с неба. И в чем тут ситуация? У меня птичка сдохла, которая должна, наверное, на утро прийти. Без птички я как-то не хочу двигаться, особо далеко уходить. Пока мы на этом острове находимся, я бы хотел травы собрать какой-нибудь или что-нибудь в этом духе. Так, еда у нас есть. Чуть-чуть, чуть-чуть есть еда. Зонтик есть. Кстати, а я могу сделать эту чудо-мега-юдо-шапку? Что у нас там не хватало на нее? Да, соломины шляпы. А так-то все есть. Ну, допустим. По камням у нас вроде все более-менее тоже норм. Золото мы пособираем обязательно, сложим. Найдем, куда сложить, я думаю. Так, яйца. Давайте где-нибудь здесь поставим. Картошку надо забрать. Потому что мы портал-то будем делать. Определенно будем. Много пауков. А я вижу бананы. Блин, травы нет. Это прям... Прям вот вообще не супер. Но в любом случае, как я уже сказал, ждем, пока не вернется наша птица. Без птицы как-то передвигаться не годится совсем. Но давайте хотя бы кебабы сделаем. Уже что-то. Куча-куча селитры. Ладно, соберем. Сколько-нибудь паутинки подсоберем. Но нужна-то трава, которой нет. А, кстати, пауки могут схавать, наверное, мое мясо. Поэтому нужно его срочно забрать. Тогда продолжать движение. Обородажная сабля. Надеюсь, меня защитит хоть как-то. Забираем. Золото здесь. А, здесь тоже самородки. Сколько камней? Камней мало. А, у нас есть сачок, кстати. Оп. Давайте-ка поорудуем. Отчего бы и нет. Может быть, еще найдем? Что-нибудь интересного в этих джунглях пока не рассвело. Блин, на каменном биоме навряд ли какая-нибудь трава будет. На биоме по соседству должно быть. Но из-за засухи все, конечно же, засохло. Вот в чем минус-то. Жарищи этой. Так, окей. Где птаха? Птаха, вернись. Нет, не ты. Не попугай. Я хочу эти разные ресурсы позабирать. Очень хочу. Так, а мой корабль-то вообще жив? Да, корабль я там парковал. На всякий случай. И не прогадал. Всякий случай внезапно настал. Блин, меня напрягает, что эта птица не ворачивается. Сколько ей время нужно? С температурой у нас пока что более-менее. Ну вот гребаная трава. Где ты? Где ты когда так нужна? У меня и шапочки нету никакой. Ну нужна-то, конечно, соломенная. Блин, я хочу этот зонтик шляпу сделать. Он, по-моему, от жары хоть как-то защищать будет дополнительно. На этом острове много золота. Это я уже понял. Это я уже понял. А я хочу сейчас куда? Я хочу на этот остров. В поисках именно травы. Да, перегревчик. Небольшой. А, дрова-то у меня появились. Веревок у меня нету. А нам нужно еще лодку чинить. Вот что еще, да, у нас подстерегает. И парус почти погиб. Давайте парус снимем. Что-то мне подсказывает, что нитки сгорели. А, вот птичка. Ну птичка по гребле. Это у нас, конечно же, без нифига. Паутину тебе. Зонтик тебе пока что. Селитра, по идее, не очень нужна. Это нужно, это не очень. Перед землетрясением тебя, конечно, нужно будет охранять прям так нормально. Хотя бы шлем боевой сделать, кстати, тоже вариант. Что-то там для него нужно. Там нужны по-любому веревки, которых нет. Да. И это большая проблема внезапно. Так, амулет надо снять. Не увлекаемся. Так, погнали за мной, птичка. Мы сейчас заберем отсюда то, что повыпадало. Но ниток я, к сожалению, вообще не вижу здесь. Вот это нужно. Картоха нам нужна. Картоха нам нужна. Как ни странно. Лопата. Золото. Золото еще вот здесь валяется. Давайте его соберем. Так, золото. Уточка я прям даже не знаю, прям дико нужна, что ли. Но пусть. С едой у нас пока особых проблем нет. Хотя самой еды у нас немного. В прозапасе-то. А, погнали на соседний остров. В поисках травы. Или просто банально веревку найти. Такое возможно. По-моему, тут тоже все засохло. Кстати, гниль, может быть, как-то поможет. Гниль, гниль, гниль. Ага, пофиг. Вот это уже реально проблема. Так, ух. Мне как бы игра намекает, что тут вообще везде, что ли, трава позавяла. Если так, то это вот огромнейшая проблема нам сулит. Угу. Изверженница, вот-вот. Я даже не знаю. У нас не то, что все плохо. Все прям плохо-плохо. Прям даже плохо не до слова. Возможно, на этом острове. Нам придется пока что побыть. Какие у нас варианты? Можно на тут проплыть? Ну, блин. Толку-то с этого. Откуда взять травы? Вот бедажа. Вот бедажа. Можно вернуться на наш родной остров. Доплыть, по идее, должно хватить. У нас тут не такое большое расстояние. Но, скорее всего, после извержения. Собаки. И это тоже проблема. А, паутину забыл скинуть. Так, ну, сейчас будет махла. В лучших традициях джекичана. Так, пока что готовься еда. Сейчас огненные собачки могут прибежать. Вот не исключено. Фак, их просто много. У меня даже брони толком нет. Одна только. Ого-го. Ого-го. Больно. Так, отличились. Победили. Хорошо. Так, извержение. Как скоро-то будет? Вот в чем вопрос, да? То, что оно будет, то нет сомнений. Давайте кокосы посрубим. Кокосами тоже можно питаться. Главное еще не призывать энтов. Тоже будет как-то не супер. Бревнышки мне пока что не нужны. Так, ты у нас тут дрыхнешь. Дрыхни. Держи паутину. Я сейчас на другой краю острова переберусь. Ты можешь пока-то ссыпаться. И надо будет на базу двигать. У нас около базы было что-то там с травой. Вроде все неплохо. Но если она там и там вся посохла, то это, конечно, беда. Прям без вариантов. Бедища. Может быть, у нас там веревка где-то завалялась. В общем, надо как-то выходить из этого положения. У нас там удобрение есть, скорее всего. Но, может быть, мы сможем так наудобрять прям активно. Я не исключаю такую возможность. Или что? Давайте тогда на соседний остров пока поплывем. Как-то растряхнуло. И пока все вроде более-менее мирно. Можно, по идее, наверное, грести. Конечно, скорее всего, нет. Но пока что можем как минимум остров оплыть. Прочность, конечно. Ага. Оставляет желать лучшего. Нет, я явно не успею. Все, фигня. Ждем. Так, так, тоже жди. Пойдемте еще тогда искать пальмы. Бревна пособираем. Я знаю, как мы их сейчас будем использовать. Мы их на доски пустим. В конечном-то итоге. Свиные шкуры бы тоже скинуть. Но это уже такое. Это как повезет. И да, учитывая предстоящую жесть, лучше надеть сразу животворящий амулет. Чтобы не отъехать раньше времени. Что-то с кокосами не очень. У меня бы еще кокосиков. Так. И опять же, если мы много-много пальмы опустошим, и на камнях, видите, во время жары теперь нифига нету. Никаких блюдечек. Это тоже минус. Давайте пока это амулет оденем. Но это, конечно, больше еще хардкора добавляет в игру. Что, в принципе, здорово. Тык, тык, тык. А, отлично. Кокосов подзапасли. А, давайте сюда пробежимся. Вдруг какая-то равинушка заблудшая тут выросла. Но, конечно, нет. Какая-то гниль только валяется. Так. Как-то уже существенно так тряхнуло. В принципе, можно здесь бегать. На этом пяточке. Должно быть относительно безопасно. Забираем еду. Забираем это. Ну и пытаемся выжить. Так, амулет на мне. Шапки никакой нет. Блин, прозевал этот момент, когда у нас трава-то перестала расти. Раньше такого не было. Не перестану удивляться. Ну, где, где камни? После того, как попадают камни, нам нужно до базы как-то догрести. И здесь попытаться разжиться веревкой. Либо можно домики чей-нибудь посносить. Там, скорее всего, веревка есть. Типа свиных. Ну? Неужто ничего не будет. Давайте дерево, скорее всего, один фиг сгорит. Поэтому мы лучше себе возьмем подкушаем. Тут, в принципе, никакому энту негде подняться. Нет, пальм рядом. В принципе, мы можем сделать временный плод, но я не хочу сейчас это делать. И на временном плоту, да, допустим, поплыть, исследовать что-то. Опять перегрев. Вы издеваетесь. Давайте-ка сбросим температурку. Камни. Где камни? Гнетет, конечно, этот момент ожидания. Ждешь, ждешь, когда там начнут эти камни падать. Ой, емае. И как дождешься, что сам не рад. Началось. Так. Супер. Там. Оу. Оу. Вот вам снаряд дважды в воду лунку не падает. Походу, только в путь. Лавовый пруд после них теперь остается. Ну, все, поплыли тогда на базу, наконец-то. Не будем терять времени. Без травы как-то совсем плохо жить на свете. Звучит, конечно, странно, но так оно и есть. в Дон Старф. Лодки, прочности должно определенно хватить. Главное, не собрать просто вот все, какие только возможно волны. Беревую парус надо чинить. Иначе. Так, здесь мы можем проплыть свободно. Отлично. Пока более-менее день гребем. Вулкан мы так и не нашли. Он, возможно, где-то с той стороны. Будем искать, продолжать. но сначала веревка нужна, как минимум. Блин, скорость темнеет. Это меня вообще не радует. По острову мы будем, наверное, пешком передвигаться, потому что лодка переживает не лучше свои годы. О, есть Бермудский треугольник. Можем проверить, куда он ведет. Так, стоять. Рассудка у нас, в принципе, достаточно. Понеслись. Так, где я? О! По-моему, нифига не ближе, да, чем был? Где-то так же. Но, в принципе, отсюда даже несколько удобнее будет плыть. А, скунсы только всякие плавают под водой. И заодно будем едой запасаться. Так, скунсы долбаные. Да. Полюбили они тут отираться. С едой мы разберемся. Так, гниль. Травы, конечно, нет. Травы вообще, наверное, нигде нет, получается, да? Это гигантский просто минус. Тогда мы, наверное, в автомат таки поедем поиграть. Я упоминаю, как заметили довольно часто об этом. Просто это не самая приоритетная цель. Но если у нас веревок нет куда взять, то только автомат нам в этом может помочь. по идее. Поэтому двинем туда. Хотя на чем создадим какой-нибудь себе плотик и на нем погребем. Наверное, так и будет. Других вариантов я не вижу. Эта локта уже на ладом дышит. там у нас есть мидии вроде как. Здесь где-то кони, наверное, эти по-прежнему тусят. Да, травы вообще нигде нет. Супер. Просто супер. да, эти кони, которые мне утопят лодку нифиг делать. А у нее и так прочности. Кот наплакал. Давайте-ка тогда заберем дублончики и зарядим нашу шапочку. Мм, да. Да, да, да. Так, что мы тут можем? У нас мешки с песком, но это только песок нам даст. Здесь еда, которая еще даже не испортилась. о чудо. Что у нас тут есть? Ну, что-то мне подсказывает, что веревки здесь явно не видно. Так, картоху убрать. И не только картоху. Так, картоха к этим предметам. Ты не отсюда. Шкуры есть. Бутылки золота. золота. Ага, уже начинает подтряхивать слегонца, да? Так, жировой костюм пока что тоже не понадобится. В теории. Хотя он может понадобиться, если внезапно какой-то дождь пойдет, да? Пусть будет золото. Пока нет. Блин, перегрев. этот амулет нам явно понадобится. Дополнительные ресурсы вводите сюда. что у нас тут есть? У нас тут есть доски, кстати, да? Но нет веревок. Блин, а? Вот как? Как завернуться? Что сделать такого эдока? Ну, наверное, других вариантов нет, кроме как плыть все-таки, да? И играть в автомат в этот. Я даже киянку эту сделать не могу. Тут ее взять не могу, потому что тут ее нет. У меня птицы, интересно, не передохли, они тут где-то носиться должны по-хорошему. Пойдемте глянем. тут все позасохло. Так, птицы, 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 птицы. Тут что-то должно происходить. Должны быть или большие птицы, или маленькие дудохи. Кто-то должен быть, но я в упор тут никого не вижу, ну, кроме крабов. Ладно, придется реально делать плот и плыть просто на плоту. Не так далеко, правда? Плывем играть, что делать? У нас других вариантов нет. Главное, чтобы мы еду дудоха не схавало, пока тут бегаю. Это выйдет не очень красиво. Что-то где-то не лазят. Ладно, фиг с ними. Так, это мы скушаем. Еще что-нибудь выложить могу. Нет, выложить я ничего не могу, по большому счету. Лопату могу выложить. Она мне может пригодиться. Не знаю пока как, но может это все придется оставить. Погнали таки к игровому автомату. Какие у нас еще варианты. Потому что веревки нам больше не откуда взять. А их нет, кто будет взять еще где-то дней 9-10. Что меня абсолютно не устраивает. Так, на чем мы можем плыть? Вариантов не так много. Кстати, вот это вариант, это грибная лодка. Я мог доски взять. Я молодец. Можем бронированную лодку сделать. В теории. Давайте посмотрим, на какой нам лодки в путь отправиться. так, доски. Коммент сюда. Какой вариант лодки наиболее предпочтителен? Подзорная труба, ну, супер подзорная, пока нам не очень доступна. Какие у нас варианты еще? Обычная бронированная, ну, понятно, что недоступна. Грузовая тоже нет. Так, обычная доступна. все, валим, пока она базу не раздолбала. Бегим с нами, конечно. С едой у нас вроде как все более-менее. Буду росли еще по дороге соберем. Будет все вообще шикарно. Так, кто тут убегал? Ворона. поплыли. Так, и парус сюда нужно, чтобы совсем себя комфортно чувствовать. Так, отлично. Ну, и поплывем уже, соответственно, в следующей серии. На этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось, и увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok